Из личного. С наступлением тепла живу на даче недели две, наверное. Уже на днях в городе остался ночевать, полночи крутился. Душно, невозможно, спал плохо. В конечном итоге не выспался вообще. Грешным делом подумал даже разориться на кондиционер, что ли. А с утра что-то шарашился по квартире и случайно задел батарею. Оказалось, она горячая, господа, я обалдел. На календаре середина мая, за окном 25 градусов по Цельсию, а эти добрые люди-коммунальщики топят усиленно. Впрочем, звездец не в этом. Угадайте, почему ребята топят именно, чтобы лишнюю копеечку с населения содрать. Представляете, насколько жадность этих красавцев одолела, что они даже про здравый смысл позабыли совсем. Блин, вот помню, в советское время из каждого утюга был слышен такой лозунг «Экономьте тепло и свет». Уверен, что за подобное расточительство тогда коммунальных товарищей еще и к ответственности бы привлекли, расценив данные действия как вредительство. А сегодня плевать. Набивает себе жулик карман. Ну и что? На жалобы населения все равно никто реагировать не станет. Контролирующие структуры и надзорные органы у нас только за сопляками. В соцсетях надзирать умеют, не дай бог, те про представителя власти какую-то бяку напишут, да на митингах еще поаплодировать вместе с пропагандистом могут, когда какой-нибудь старухе, конечно же, проплаченный госдепом, здоровый лоб, дубинкой, да по почкам, страна погрязла во лжи, в воровстве и пофигизме. Начинаем. А вот эта история, друзья, скажу честно, поначалу я даже не понял, как на нее реагировать, то ли смеяться, то ли плакать, поскольку она еще дебильнее той, о которой поведал выше, но обо всем по порядку. С приходом тепла еще ведь и засуха началась в отдельных регионах, соответственно, посыпались сообщения о лесных пожарах, там-сям. Так вот, как думаете, каким образом российское чиновничество решило противостоять проблеме? В Курганскую область вас приглашают для наглядного примера, где в Рио губернатора не мудрство и лукаво взял, да и запретил людям выезжать на природу, гулять по этому самому лесу, ну и жарить шашлыки. Конечно, шашлык у курганцев отныне вне закона, до особого распоряжения главного помещика. Так вон оно че, Михалыч. Вот как проблемы решать-то надо, оказывается. Нахрена совершать какие-то сложные телодвижения, вроде усиления пожарных расчетов, аренды дополнительных единиц воздушного и наземного транспорта для экстренного тушения, возгорания, ну и так далее. Зачем всем этим заниматься, если подданным можно тупо запретить жить, а если еще и космическими штрафами обложить тех подданных? На беде неплохо нагреть руки получится красавчик, уважаю. Вообще идею курганского папы я бы предложил взять на вооружение всем российским чинушам. От него ведь действительно одна только польза. Например, пожалуйста, загорелся в Шереметьево новенький суперджет 5 мая, 41 человек погиб. Причиной аварии могли стать недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Давайте запретим россиянам летать. Проблема отвалится, а главное, никакого ущерба для кармана от такого решения. Автолюбители вечно возмущаются. Вот, мол, дороги по всей стране разбиты. Предлагаю запретить людям ездить на автомобилях по таким дорогам. Да вообще по любым дорогам запретить ездить, дабы не разбивали. А у тех, кто громче остальных кричит и возмущается, права водительские отбирать, а то и жалуются они или вот еще. Из той же оперы уже несколько месяцев жители Архангельской области воду мутят. Им, вишь, не по нраву, что всероссийскую помойку в тех краях чинуши из Москвы устроить решили. Молодые, а? А вон вам отцы где догодится? Вы что делаете-то, а? Вы что делаете? 96% жителей Архангельской области против всех вот этих решений появится по шире, по всем свалкам. У вас это не осторожно. Ну их нафиг эти цифры. Повторюсь, если я буду ориентироваться на цифры, мне нужно было повеситься 13 мая 2012 года. Туда, кстати, и BBC уже приезжали сейчас на весь мир. Это покажут. Ага, проблема. А если действовать по схеме курганского губернатора? Как запретить к ядрине фини людям производить мусор? Все, нет проблемы. Ах, да, мусорный королиш зарабатывать на чем-то должны. Придумал. Надо не просто запретить народу производить мусор. Людишки, потому что все равно мерзавцы этим заниматься будут. Нужно штрафы по этому поводу ввести законодательно. Причем такие, знаете, ощутимые по-боярскому. Не в курсе, кто такой боярский. А этот д**чок, некий депутат от Единой России, а по совместительству сынишка Д'Артаньяна в Сия-Руси, который, ой, как чё предложит, особенно со штрафами. У него хорошо получается цифрами оперировать. В последний раз, например, предложил до 5 миллионов рублей за неугодные власти репосты в интернете с нарушителей. Сдергивать? Молодец! Вот следующую видео вставку я не знаю, зачем вам покажу. Так, чтобы дух перевести на верное. Хотя, как по мне, в концепцию данного сюжета оно впишется. Я рисую на Феррари арматурой слова твари. Ладно, это реальная журналистика. Продолжаем констатировать происходящее и ничему не удивляемся. Поехали! А Россия, меж тем, объявила о возможном выходе из Европейской конвенции по правам человека. Радуйтесь, господа! Не нужны нам права человека, оказывается. Тем более сопоставимые с европейскими. Но мы же не хотим, как в Париже. Это они и там. Олухи, если вдруг власть их обманывает или кидать начинает, тут же о каких-то своих правах вспоминают. Мы, мол, свободные люди. Не имейте права. На митинги паразиты выходят. Стачки, забастовки устраивают. И чинуши даже к ним вынуждены прислушиваться в освобожденном от предрассудков рабском обществе. Такого быть не должно. Это пережиток либерализма. А либерал у нас слово ругательное. Между прочим, почти матершинное. Все. Хватит рабам выбирать себе депутатов, мэров, губернаторов, президента. Вот кого знающие люди поставят, тот и будет дать управлять. Простите. Хватит требовать что-то от государства. О новом ничего не должно или забыли. Это ты обязан платить в пенсионный фонд всю жизнь, потому что у господина Дроздова и его окружения далеко идущие планы. И макарошки, в отличие от тебя, он жрать не собирается даже в порядке эксперимента. А вот на обратную связь от ПФР не рассчитывай. Не для того фонд существует, чтобы тебе, голодрансу в старости, три копейки вернуть в виде пенсии. Ты платишь туда, потому что терпило, как бы сказали пацаны из 90-х. Правда, пока у тебя так не кстати права какие-то имеются. Подписался, подписался же какой-то недотёпа под этой европейской конвенцией. Это надо срочно исправить. А то неслыханная вольница какая-то у русского народа появилась в суде. Они, видишь ли, ходят с полицейским, могут поспорить, если тот зубы выбил на митинге. А выбил, значит так надо и никаких судов. А если серьёзно, мы ведь этими правами сами не пользуемся. Давайте будем честными. Мы не ходим на выборы, будучи уверенными, что таким образом выражаем какой-то протест, но не учитывая при этом, что быть избирателем – это наше право, а не обязанность. И о протесте в данном случае говорить глупо. Протест – это когда ты сознательно не делаешь того, что должен. Например, вот есть у тебя план на работе, а ты говоришь «не буду его выполнять до тех пор, пока работодатель не повысит зарплату». Вот это протест. А то, что ты не поехал в минувшие выходные на рыбалку с друзьями – это твоё право. Ну кого ты наказал? Только себя и своих друзей. Жене и тёще ни горячо, ни холодно. Им даже лучше, что ты это право не реализовал. Ну хорошо, пусть не о выборах, давайте так. А кто из вас знает, как записаться на приём к мэру или губернатору? А у вас есть такое право. На каком основании можно получить налоговый вычет? А у вас тоже есть такое право. Какие медицинские льготы тебе полагаются, даже если ты не являешься льготником? В каких случаях и так далее? Господа, вы всего этого не знаете, и не потому, что от вас оно и скрывают. Лень просто. Лень потратить время, найти что-то где-то в огромном информационном пространстве. Ну что ж, тогда жулики подумают за нас. Вор-домушник, он ведь в какую квартиру лезет в первую очередь? Да в которой самая хлипкая дверь или замок. Всё. Это была реальная журналистика, сегодня вот так. Подписывайтесь на YouTube-страничку, заглядывайте в соцсети ко мне, в друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться пока. Пока. Давай. Просто колеса крутятся в разные стороны. Это у нас механик Николай и механик Серёга. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!